Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе, добрейшее утро! Все, и мы продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать Тору, продолжаем изучать притчи царя Соломона, Мишли на иврите, притчи царя Соломона, и мы находимся сейчас в 29 главе, 29 глава, и дошли мы до очень важного отрывка, который называется 11 отрывок, 29 главы. Итак, дорогие друзья, слушайте, как было дело. 3000 лет назад царь Соломон нам сказал невероятную вещь, которая просто сейчас для многих будет открытием и объяснит многие вещи, которые с вами происходят. Говорит нам царь Соломон Значит, 11 отрывок дословно переводится так Коль рухо, весь свой дух, выпускает грешник по вожделению Вехахам, мудрец, мудрец, которым управляет божественная мудрость Он что делает? Беахор и Шабхена Он подавляет в себе вот этот дух Отлично, давайте посмотрим, что это значит Вначале давайте разберемся, что за дух такой, да? Вот как у человека происходит мышление Когда человек просыпается, он выходит из состояния сна утром У него сразу же включается мышление И мысли проходят сквозь его голову И он все время думает о чем-то Так, встать, привстать, пойти, умыться, сколько времени и так далее То есть мысли его постоянно проходят сквозь его сознание И в день у человека проходит сквозь сознание Посчитали психологи 70 тысяч мыслей Откуда взялась цифра 50-70 тысяч мыслей? Очень простая математика Человек бодрствует 50-70 тысяч секунд Если вы переведете 16 часов сна в секунды Получится где-то, по-моему, 50 или 60 тысяч секунд То есть примерно каждую секунду у человека проходит сквозь его сознание Какая-то мысль Она проходит и уходит Теперь вопрос, откуда она приходит и куда она уходит? И откуда приходят все вот эти вот мысли, воспоминания, картинки, желания, идеи, вопросы в голову Откуда они все приходят? Они все приходят из подсознания То есть есть как айсберг такой, да? Есть вершина айсберга над водой А весь айсберг находится под водой Также у человека его сознание над водой Такой треугольничек Который обрабатывает 7 плюс минус 2 единицы информации А внизу в подсознании вся его память, долговременная память Все события его жизни Все его мечты, которые складываются из... Мечты его складываются откуда? Из его воспоминаний Ведь не может же человек мечтать о том, что он не видел никогда, да? Он мечтает о том, что он или видел, или слышал Значит, его мечты, они находятся в его памяти Получается, человек мечтает о прошлом Да? Очень интересная вещь Теперь... Но почему всплывают... Какие-то мысли всплывают в сознание, а какие-то не всплывают? И вот здесь мы пришли к определению, что такое дух Дух человека — это намерение человека Это его желание И вот это намерение, оно внутри как такая пружина То есть человек может не осознавать свое намерение Но вот он утром проснулся, у него мысли такие про холодильник Ага Значит, почему? Он хочет кушать Его намерение, его дух Он направил его в сторону внимания, в сторону еды И сразу же из подсознания всплывает холодильничек А что там в холодильничке? Понятно, да? То есть дух — это намерение человека Это его направление, его желание И дальше направление желания вызывает мысли И у человека складывается картиночка, как реализовать свое желание Понятно? Теперь, что такое грешник и что такое негрешник? Значит, Бог, когда он сотворял мир Какие-то действия он назвал заповеди и добро Какие-то действия он назвал запреты и зло Теперь, когда намерение человека направлено на выполнение заповеди Тогда Это он выполняет Он выполняет заповедь Он соединяется со Всевышним Когда намерение человека направлено на зло То у него всплывают и мысли плохие Естественно, он делает преступления Теперь, грешник по вожделению Грешник по вожделению Это тот человек, который грешит потому, что не может справиться со своими желаниями То есть грешник по вожделению Он хочет и он не может остановить свою хочу Даже если это вредно Даже если это неправильно Даже если он ошибается То есть это называется грешник по вожделению Человек, вот, например, курец Человек, который курит сигареты Значит, если он знает Что это вредит его здоровью То есть, если он знает, что он вредит Своему здоровью, он себя убивает И он не может справиться со своим желанием Курить, это называется Грешник по вожделению, то есть, он не может Справиться с вожделением Он знает, что нельзя, но не может Не сделать Теперь, а есть грешник, называется грешник-стептик Он говорит, секундочку Да, написано, что курение убивает А кто написал это вообще? Кто написал? Может они врут, может это неправда. Это называется грешник-стептик, то есть он саму идею, что это вредно, он начинает отрицать. Понятно? Значит, вот есть сумасшедшие просто, которые сумасшедшие, которые мы этих сумасшедших просто удаляем и все. Есть такие люди, знаете, вот они, их намерение, оно злобное, кого-то обидеть, что-то сделать и так далее. Есть люди, у которых намерение доброе, что-то узнать. Есть люди, у которых намерение, вот дайте мне денег, типа, да, дебилы такие, скрываем от него прямые эфиры, до свидания. Вот я очень прошу, если вам не нравится, не подходит, неинтересно, уйдите просто, да, вот просто уйдите и все, отключитесь. Зачем мешать другим людям слушать, вот мне непонятно. Ну ладно. Теперь смотрите, давайте вернемся. Значит, Ксиль, грешник по вожделению, он выражает свое намерение, им руководят его желания. То есть человек, который, вот он не может сдерживаться, да, он такой, я это хочу, я это хочу, я то хочу, я хочу высказаться, я не могу сдержаться. Это называется грешник по вожделению. То есть он не управляет собой. И говорит нам царь Самон в 11-м отрывке 29-й главы. Коль рухо я ци ксиль. Весь свой дух, все свое намерение выпускает этот ксиль, грешник по вожделению. Он такой прям не может справиться со своими желаниями. Вэхахам, мудрец. Мудрец, он что делает? Беохора и Шабхена. Он умеет убирать то, что ему вредит. Он умеет убирать те желания, те намерения, которые ему вредят. И он управляет своим вниманием. То есть вот у него, оп, пошло намерение к холодильнику. Значит, ксиль, грешник по вожделению. У него просто захотел, встал и сделал. Мудрец, он, оп, и думает, секундочку. Это мое первичное желание, да? Это мое первичное желание. Теперь но, но. Есть первичное желание, а есть мое желание быть здоровым. А мое желание быть здоровым входит в противоречие с моим первичным желанием встать сразу и что-то съесть. То есть я хочу выполнить некую программу, как мне правильно делать. Понятно? Теперь мудрец, он умеет, вот действительно он умеет убирать вредные для себя желания. То есть он понимает, это желание, вот это мое желание, оно, это просто следствие моей животной натуры, да? А вот это мое желание, это желание мое, да? Вот это желание мое, которое есть, оно правильное желание. И мудрец, он управляет своими желаниями. Понятно, да, идея? В этом разница между человеком, который, кстати, интересно, я недавно слышал. Есть один психолог, он говорит, давай, действуй, делай, что хочешь, да? И он очень популярный. Есть другой психолог, который менее популярный, но такая, прям очень профессор такая, очень умная. И она говорит, смотрите, интересно, ей задали вопрос по поводу того психолога, который пропагандирует делать то, что ты хочешь. Она говорит, вы знаете, он просто поймал у людей вот эту вот их детскую часть, это детский подход к жизни. Хочу, а если мне не дали, я буду плакать. Это детский подход. Теперь взрослый человек, он должен управлять своими желаниями, он должен управляться разумом. А та его спрашивает, этого второго психолога, а почему он такой популярный? Так, та отвечает, ну потому что он попал на вот эту болевую точку. Большинство людей, они хотят, и никто им не разрешает, ну как бы разум не разрешает. А он говорит, делай, что хочешь. И этим он провоцирует их делать. И он стал очень популярным, потому что он дал ледитимацию вот этим вот первичным желаниям. Делай, что хочешь, это ужасно. Это на самом деле очень неправильный подход к жизни, который человека ведет в никуда и в хаос. Потому что если человек начинает делать то, что он хочет, не контролируя свои желания, то этот человек превращается в такое полуживотное, полупсиха. И 3000 лет назад, в 11-м отрывке 29-м главы, царь Соломон нам это объяснил. Весь свой дух выпускает грешник по вожделению. То есть он делает то, что он хочет. Вэхахам, мудрец, он умеет его подавлять, то есть он умеет подавлять в себе ненужные ему же желания. Это надо уметь. Причем тут есть хитрости. Я когда-то разговаривал с одним психологом, таким тоже очень известным. И он говорит, что вот, например, человеку... Я знаю два метода, два метода, очень интересных два метода, как... Например, я сейчас объясню. Очень простой, понятный пример. Вот человек хочет запрещенную ему еду. Например, ему вредно глютен, ему вредно пшеница, все вот эти вот штуки. А он любит торты. И он любит торты прямо... Ну вот он хочет торты. И он себе еще... Он же не умеет управлять своими мыслями. Он себе прямо рассказал в акцентированной такой форме «Я люблю торты, я не могу без тортов, я так мучаюсь без тортов». То есть он себе построил целую такую вот историю вокруг тортов «Хочу и буду». И еще рассказал, что вредно подавлять желания. В общем, понятное дело, что он жрет эти торты, а потом мучается, страдает, идет к врачу, у него лишний вес, болеет и так далее. И живет человек вот в такой вот постоянной как бы вилке. «Хочу и буду», торты «хочу», они вкусные «буду», а они мне вредно, и потом я мучаюсь, но вот я потом мучаюсь. То есть, а что же мне делать? Теперь есть два метода в психологии, которые могут ему помочь. Первый метод – это метод, который вот я слышал, психолог, по-моему, Мировский его была фамилия, он сказал так. Смотри, если такой человек, он хочет этот торт, и он рассказывает себе, как он любит этот торт, и у него прямо вокруг этого торта, прямо у него какая-то у него мистика, пускай берет и раз в месяц съедает два торта. Два торта, пускай он обжирается этим тортом, и когда он уже не может есть этот торт, пусть запихивает в себя этот торт и доедает его, пока он не вырвет. И где-то на месяц, на два он потом на него смотреть не захочет. То есть, это будет для него удар по его идее, что он любит торты. После этого ему тяжело будет сказать, что он хочет торт или любит торт, потому что после двух тортов торт вызывает у любого человека отвращение и отторжение. Это первый метод от Константина Мировского, я это слышал. Второй метод, я слышал, это метод такой из НЛП, когда человек представляет вот этот торт, который вызывает у него вожделение, и представляет этот торт, который вызывает у него вожделение, он представляет, как он его ест, И он представляет, как у него режется внутри торта черви, млевотина, стекло. И он представляет, как он ест этот торт. Просто представляет. И режет себе рот, и ему больно и страшно. И в этот момент, если он хорошо это представит, то у него появляется рвотный рефлекс. После нескольких повторений вот этой вот картиночки в голове, то у него вызывается на торт, вызывается на торт у него отторжение. И это метод Тони Робинса, но Тони Робинс, он тренер НЛП. Тони Робинс, он изучал НЛП еще в 70-е годы. Поэтому это метод классического НЛП, который Тони Робинс использует в своей работе, как и другие методы. Хорошо, значит, уже как мудрец подавляет в себе ненужные ему желания? Есть варианты. Есть варианты. У мудреца есть не два варианта, у мудреца есть множество вариантов. Но факт остается следующий, что грешник по вожделению, он любое свое желание стремится выполнить. И это его приводит в жизни к очень тупиковым состояниям, к плохим ситуациям, к плохим отношениям и так далее. Человек мудрый, мудрец, он свои желания контролирует. Есть желание первого уровня. Он понимает, это желание полежать в кровати лишних два часа, оно мне повредит. Я хочу, мне надо идти навстречу, а я хочу посмотреть сериал. Понятное дело, что хочу посмотреть сериал в этот момент, мудрец должен убрать в сторону и идти на то, что ему нужно. Правильно. Понятная идея, да? Все, это был одиннадцатый отрывок. Теперь двенадцатый отрывок двадцать девятой главы Мишли, притча царя Соломона. Звучит так. Мошель Макшив Альдвар Шетер. Коль Мишар Тав Решаим. Значит, дословно переводится так. Властитель слушает обманные слова, слова лжи. Властитель слушает слова лжи. Коль Мишар Тав Все слуги его злодеи. Значит, ну вот мы читаем этот отрывок. Это не псалмы, это притчи царя Соломона. Это книга истории. Книга истории, которая входит в христианскую Библию тоже. Притчи царя Соломона, двадцать девятая глава, двенадцатый отрывок. Значит, двенадцатый отрывок звучит так. Мошель, правитель, слушает слова лжи. Все слуги его злодеи. Значит, как это работает? Здесь есть два объяснения. Это же притчи. Первое объяснение, но простой смысл. Правитель в каком-то городе, мэр города. Мэр города или правитель страны. Значит, он слушает своих, слушает слова обмана. То есть, что значит слушает слова обмана? Он верит каким-то своим советникам, которые его обманывают. И в этом случае вся его система перестает работать. То есть, она начинает вся система, все его помощники, они начинают делать зло. Потому что он же властитель. Например. Например. Есть в Торе книга Эстер. Книга Эстер, как 2400 лет назад в Вавилоне, премьер-министр, которого по имени Аман, пришел к царю Ахашвирошу и говорит, есть народ, который плохой народ, он тебя обманывает. Они такие, они плохие. И начинается антисемитская такая вот против евреев, начинается обман. Этот Ахашвирош, он же не выходил никогда из своего дворца. Он сидит как Сталин в закрытом помещении и очень боится за свою жизнь. Ахашвирош, у него, тот, кто заходил к нему в дворец в этот Вавилонский, там было как две стены. Если человек заходил без приглашения, его сразу убивали. То есть, моментально. Не было возможности даже пройти во внутренний двор. Он настолько боялся. Любой диктатор, он боится, что его убьют. А откуда диктатор знает, что думают люди? Ему докладывают, Света Эстер, это да, ему докладывают советники. И вот его обманул этот Аман. Его Аман обманул, сказал, что есть народ плохой против царя. Царь говорит, все, хочешь казнить, всех убить. Что делает Аман? Он передает в этим самым посланцы, посланцы от царя, приказ. Во все 127, было 127 областей в Древнем Вавилоне, послать приказ, что 14 числа месяца Адар, всех евреев уничтожить. Уничтожить всех евреев приказ. Получается, эти посланцы и все наместники на местах становятся тем, в этом случае, злодеями. Потому что невинный народ, люди, которые ничего плохого не делали, люди, которые честные, работящие. То есть, они ничего плохого не делали, но идет приказ всех убить. Почему? Советник царя Аман обманул царя. Царь отдает приказ все его слуги, злодеи. Потом приходит Эстер, как раз это свиток Эстер. И рассказывает царю, говорит, царь, смотри, вот что бы ты сделал. Тебя обманули, и я же из этого народа. Ты смотри, Мордыхай тебя спас. Евреи там налоги платят, все делают, все. Царь говорит, да, Аман меня обманул. Какая сволочь этот Аман. Амана повесить. И значит приказ, что евреи могут себя защищать и своих врагов могут убить. Теперь что получается? Одна, одна. Когда, то есть, был советник злодей, все выполнители приказа, все слуги царя стали злодеи. Теперь, когда правда вскрылась, вдруг все стали праведниками, то есть, все послали другой приказ, отменяющий первый приказ. Теперь это простой смысл, что если правитель, царь, слушает от советников слова лжи, то тогда его приказы выполняют все остальные, все, кто выполняет его приказы, злодеи. Теперь, но, но, здесь же есть и глубокий смысл, который относится к каждому из нас. Кто в человеке правитель? Кто правит жизнью каждого человека? Кто правит жизнью каждого человека? Мышление. И тут мы возвращаемся к предыдущему отрывку. Мышление человека это то место, где человек принимает решение, что делать. И в этот момент, когда у него всплывает намерение, всплывают желания изнутри, в этот момент есть желания, желания это как советники, есть желания, которые они ложь, обман. То есть, сердце человека, его желание, оно его влечет козлу от рождения. Так написано в Торе в самом начале. То есть, сердце человека это животное, которое животное, как сказать, суть желания человека это инстинкты. Если человек идет на поводу у своих инстинктов, то что инстинкты говорят человеку? Забери. Что говорит кошке, например, идет кошка, вторая кошка сидит кушает. Что, кошку волнует, что это не ее еда? Не волнует. Кошка прыгает, если у нее сила есть, она заберет. Если человек будет как кошка, идет сильный человек, качок какой-нибудь, да? Едет какая-нибудь девушка на кабриолете. Качок подходит на светофоре, берет девушку за волосы, выкидывает ее из кабриолета. Даже не выкидывает, он ее лучше в багажник. И садится, забирает у нее кабриолет. Почему? Ну, ему хочется. Хороший кабриолет, хорошая девушка. Если будет человек как кошка, то он заберет все, что ему нравится. Поэтому желания человека, они в основном идут от его инстинктивной части. Теперь, ну, если у человека интеллект, если этот интеллект присоединился к Богу через Стору, через книги пророков, и у человека появляется желание действовать по заповедям Бога, тогда у него его краткосрочные желания, которые сигналит его инстинктивное тело, и долгосрочные его желания, которые сигналит ему его бессмертная душа, они входят в сигнал противоречия. Теперь, а кто управляет? Властитель, право выбора, сознание. И вот человек в своем сознании, он как властитель своей жизни. Если властитель, если человек, он слушает слова лжи, слушает слова своих низменных желаний, и он начинает идти на поводу у краткосрочной перспективы, пожрать, поспать, обмануть, быстрее, там, что-то сделать, да, такое, если он идет на краткосрочной перспективе, тогда что все слуди злодеи? Кто слуди? Сознание, руки, ноги, тело. Если человек идет, если его властитель, его там, где он принимает решение, идет на поводу своей божественной души, у долгосрочной перспективы, у разума, тогда его слуди, то есть его тело, руки, ноги, то, что он делает, выполняет, тогда это его слуди не злодеи, а праведники, и тогда он зарабатывает себе вечную жизнь. Понятно, да? Это то, что нам царь Соломон объяснил в 11-12 отрывке 29 главы. Значит, это Бог через царя Соломона объяснил, а мы стараемся изучить и понять. Кому интересно посмотреть все предыдущие главы, предыдущие уроки, сайт называется vaikra, vaikra.com, vaikra.com. Там есть все мои уроки по Экклезиасту, по Мишли. Значит, кто хочет, напишите в комментариях vaikra.com, vaikra.com, и вы сможете там прочитать все остальные уроки, посмотреть, прочитать. И контролируйте, будьте властителями своей жизни, и не идите на краткосрочных, сиюминутных животных желаниях, потому что чаще всего они действуют против человека. И хочу, вот это хочу, оно чаще всего потом оборачивается человеку какими-то проблемами. А правильно, нужно, выстроено и так далее, это можно построить такую гармоничную жизнь. Vaikra, только латинскими буквами, vaikra.com. Все, всем удачи, успехов, хорошего дня. Бог един, это правильный комментарий. Все, всем пока.